Тема дня продолжает эфир телеканала Кубань 24. В первом часе мы говорили о военно-полевой почте, о событиях военных лет, о том, как же все это функционировало и благодаря чему боевой дух наших солдат поддерживался в нужном состоянии. Нужно сказать, говоря о почте, еще и об одном секретном оружии Красной Армии. Это боевое применение голубей. Они так же, как и люди, доставляли письма и важнейшие документы в тяжелое военное время. И у нас в гостях, разрешите представить, потомственный голубевод, председатель клуба голубеводов в станице Ленинградской Виктор Николаевич Гайкалов. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Спасибо большое за то, что пришли, за то, что пришли в компании. О том, кто это, мы еще поговорим и представим, конечно же. Давайте прежде, чтобы познакомить вас и нас с вашим хобби, с вами, с вашей жизнью, давайте посмотрим сюжет, который сняли наши коллеги о ваших питомцах. Наркомания в здоровом смысле этого слова. Если человек заразился, то уже все. Голубям Виктора Гайкалова тянуло с детства. Их завел отец, как только вернулся с фронта. Так он продолжил семейную традицию. Отец у меня держал, потом этот его отец держал. И потом я уже спрашивал этот, и то, а мой дед, вот тот, прадед, да, говорит, держал. А дальше уже, ну, корни сохранились. Где-то с 1700 какого-то года оно идет. Вот это держали. Ну, это как-то, оно уже в генах, наверное, в крови у нас. У Виктора Николаевича больше сотни птиц. Основная порода Николаевская. Эти голуби летят строго вверх и поднимаются так высоко, что пропадают из виду. А по красоте полета особенно отличаются вот эти серпастовые воротные. Вот у них крыло, видите, как выворачивается? И вот они в полете так. В полете они образуют полусерп. Одно крыло полусерп и второе. И получается так. И в полете они почти касаются крыльями друг до друга. По красоте полета еще они придумали красивее птицу, как она летает. В станице Ленинградской Виктор Гайкалов возглавляет клуб голубеводов. Увлеченных этими птицами людей именно в этой станице невероятно много. На птичьих ярмарках собираются сотни любителей. Для популяризации своего хобби Виктор выпускает единственную в России тематическую газету. Рассказывает о породах, особенностях ухода и, конечно, истории голубеводства. Когда фашисты вторглись на территорию Советского Союза, в одном из первых приказов у них было конфисковать голубей. У них так и был приказ, чтобы ни у кого не было голубей. За неподчинение расстрел. Ну что, люди с голоду помирали, а где-то вырывали ямы, бункера, где-то в огороде, где-то там. И носили туда последние крохи, отдавали голубей, кормили голубей. Не отдавали их немцами и не уничтожали их. Ну не может человек уничтожить. Это второй ребенок для меня, вот это голубь, это дети мои. Во время Великой Отечественной войны птицы мира работали связистами. Существовали даже специальные голубиные роты. Чтобы натренировать почтовика, уходит много сил и времени. Голубя нужно отвозить далеко от дома, чтобы он учился находить путь в свое гнездо. Дрессируют, кстати, не только, с помощью корма. За неделю до выпуска где-то голубей у самочки забирают голубка. Вот дней 5-6 он отдельно сидит, тоскует. Потом на день-день его опять запускают за голубки и потом увозят. Чтобы у него было в память, что благоверно меня ждет. Почтовые, специальные, спортивные голуби выносливы и могут находиться долгое время без воды и пищи. Этот птенец английского карьера вполне сможет в будущем передавать послания. Строением тела он заметно отличается от своих собратьев. Владимир Хныкин, еще один местный голубевод, в детстве узнал о почтовых возможностях голубей. И, конечно, как любой мальчишка, начал экспериментировать. Почтовые, скажем так, прибыть из точки А в точку Б. В качестве почты я использовал обыкновенных своих голубей. Когда еще был пацаном в школе, я уносил в школу и отпускал там, привязывал записки. Ну, как будто бы я играл в почту. Отправлял их, приходил, они у меня. Возвращался домой, они уже в голубятне сидят. Отвязывал записочку, сам же ее и читал. Истории про то, как голуби спасали корабли, солдат в окружении, застрявших в завалах людей, Владимир читал много. Каждый случай – подтверждение уникальности этих птиц. Например, в середине прошлого столетия они выполняли функцию современного дрона. Ведь голубей даже десантировали в коробочках с видеокамерами. У них установлена видеокамера, их десантирует с самолета, падает, коробка раскрывается. Голубь летает, фотографирует позиции и прилетает. То есть они собирали эту информацию. Вы знаете, когда какая стрельба открывалась на передовой, если перелетал там голубь, они видели, что из тыла перелетает, они переставали стрелять, скажем, в направлении врага, противника. Каждый пытался сбить этого голубя, потому что они знали, что он несет информацию. Почтовиков сейчас мало кто держит. Видимо, в современном мире в этом нет особой необходимости. У Владимира бакинские бойные птицы. Они выносливые, летают над крышей по несколько часов, кувыркаются и бьют крылом. Зрелище, на которое голубевод может смотреть вечно. Вообще, если познакомился с птицей мира, это любовь навсегда, уверен Владимир Хныкин. 23 года он был разлучен со своими питомцами по долгу военной летной службы. Вот все это время, пока я летал, мне снился сон, что я уехал, и у меня голуби дома не кормлены. Они прилетают, садятся, меня нет, некому им дать воды, некому их накормить. Я в конце концов все-таки уговорил, говорю, давай поедем на юг, потому что я понимал, на севере нереально держать, тем более таких голубей. Голубиная станица Ленинградская теперь стала Владимиру и его пернатым друзьям домом. Он снова вернулся в детство и, как прежде, гоняет голубей. Сразу два героя этого сюжета сегодня в нашей студии. Виктор Николаевич Гайкалов, председатель Ленинградского районного клуба голубеводов, потомственный голубевод и, как выяснилось, еще и издатель собственной газеты о голубеводстве. Виктор Николаевич, представьте вашего питомца. Кто этот красавец, сколько ему лет? Это питомец немой, я приобрел его у нас на последней ярмарке, вот было 8 июля. Дело в том, что у нас в Краснодарском крае почтовые голуби как-то не котируются. А это почтовый? Это почтовый. Его порода это английский карьер. То есть это те самые голуби, которые в войну доставляли информацию, правильно я понимаю? Да, примерно такие, но только английские карьеры, они на более короткие дистанции, там 400 в них самое больше, 600 километров больше не тот. А русский почтовый был, те могли пролететь и тысячу, две и больше километров, все зависело от тренинга. То есть тренировка? Да, тренировка, да, метеорологические условия, все, все, все это влияет на фактор, на фактор голубей. Ну, этот маленький, вот с этого возраста их начинают тренировать, хозяин начинает тренировать. Будете тренировать этого конкретно голубя? Нет, я такую породу не держу. Нет, я понял, то есть это так, показательно для нашего эфира. Да, да, попросили показать, чтобы люди видели, что этот... Интересно, необычный, не похож на того голубя, который... Да, у него экстерьер, конституция совсем другие, другие, как у него... У него очень развита мускулатура, у него со временем, у него очень жесткие перья, крыло жесткое такое, что, ну, он создан для того, чтобы летать, летать, летать и летать. А вот скажите, Виктор Николаевич, а в принципе любого голубя можно обучить вот этим азам доставки информации? Или это все-таки должна быть специальная порода и какие-то специальные, вот как вы сказали... Нет, ну, на длинное расстояние, на большие расстояния можно только почтовую птицу. Только специально. А вот эти наши домашние, которые мы держим, держим там, ну, в Краснодарском проезде, ну, он может, некоторые прилетают за 10, за 15 километров, может, за 20, там, тренируют, но больше нет. А это такая, ну, это природа создала, не природа создала, это эволюция. Процесс эволюции. Процесс эволюции. Я понял. А вот как все-таки проходит тренировка? С чего следует начинать голубеводу, если он хочет почтового голубя? И сейчас я считал, что спортивные их еще называют. Ну, да, сейчас они спортивные. Раньше они были почтовые, доставали почтограбы, а сейчас они и спортивные. Ну, начинать надо, во-первых, это очень дорогостоящее удовольствие. Хорошего породистого голубя, его, во-первых, тяжело купить. Вернее, купить-то можно найти, но он очень много стоит. Вот последний пример. В 17-м году китайский голубевод у бельгийца почтового голубя элитного купил, чемпиона Европы. 200-300 тысяч долларов. Вдумайтесь в эту цель. 230 тысяч долларов. Колоссальные суммы. Ну, видимо, те, кто понимает, готовы на это потратиться. Да, 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 они готовы. Арабские шейхи очень большие, платят за них бешеные деньги, за хорошие голубей. Виктор Николаевич, все-таки, возвращаясь к основной теме нашего сегодняшнего эфира, мы говорим о событиях Великой Отечественной войны. Какую роль играли вот эти птицы, насколько важно было их участие и какие заслуги мы можем приписать конкретно голубям? Какие-то, может быть, известны конкретные случаи спасения людей или, может быть, правильного направления военных действий? Ну, наравне с человеческим фактором участия в войне, в победе над фашистской Германией, принимали также участие и животные. Лошади, собаки и, в частности, голуби. Голуби сыграли немаловажную роль в победе над врагом. И спасли не один десяток тысяч жизней наших солдат и матросов. Много было случаев. В особо ответственное задание, в глубокий тыл врага, посылались специализированные разведчики. К ним в придачу давался голубевод. Этот голубевод, плетеная корзина или ранец. За плечами. Да, за плечами. Туда до двух десятков сажал голубей. И вот они уходили в тыл врага. Голуби почему? Потому что у немцев была высокоразвитая пеленгационная система. У них уже не только стационарная была, но и передвижная. Радиостанцию легко было бы запеленгировать. И запеленговать, и любая операция могла сорваться. Голубь же мог без воды, как говорится, без пищи, двое-трое суток. И все это время лететь? Нет, он же не мог ночью лететь. Он же в дневное время летел, потом где-то останавливался. Ну, в военное время не такие большие уж расстояния были, что голуби в тыл врага уходили. Ну, уходили, бывает, за несколько сотен километров. Ну, и все. Ну, немцы тоже же, как говорится, не дураки были. То есть отстреливали? Да. Они, во-первых, начали на ястребов, соколов натаскивать, который брал голубей. И снайперов. Специально было подразделение снайперов, которое дежурило недалеко от линии фронта. И они сбивали. Очень много информации о Великой Отечественной войне, о том, какую роль, какую функцию выполняли голуби. Есть много мифов, в том числе об этих пернатых. Интернет, кстати говоря, пестрит рассказами о боевых вылетах этих героических птиц. О том, что якобы они доставляли в тыл врага даже зажигательные снаряды, уничтожали самолеты и бомбы врага. А совсем недавно военные материалы на эту тему рассекретили. И выяснилось, что в Советском Союзе действительно существовали специальные голубиные роты связи. О том, зачем они были созданы и чем занимались, мы спросим у Василия Степановича Хмельницкого, директора уникального музея питомника служебного собаководства «Красная звезда». В этом служебном питомнике есть раздел военного голубеводства. На связи с нами Василий Хмельницкий. Здравствуйте, Василий Степанович. Здравствуйте. Спасибо, что вышли на связь с нами. Скажите, в какое время советское правительство принимало решение создавать специальные голубиные роты связи? И что это за была организация? Чем занималась? В 1934 году расферирован институт военного голубеводства, который был в нашей армии. И все материалы передали в школе военного собаководства. И с 1932 года мы занимались подготовкой голубей связи. На время Великой Отечественной войны на фронт было отправлено 9 голубей станций. Каждая голубей станция состояла из офицера, начальника станции, несколько сержантов и бойцов. У каждой голубей станции было 50 голубей. Эти голубей станции предавались нашим подразделениям, которые проводили разведку в тылу врага. И через голубей передавали оттуда сообщения. Василий Степанович, а если говорить не только о почте, а вот о той информации, которую я чуть ранее озвучил, о том, что голуби якобы могли даже зажигательные снаряды переносить и тем самым наносить урон. Опыты были, проводились опыты. На каждого голубя цеплялся голубей снаряд, который в течение нескольких минут развивал температуру, которая металл плавила. Голубя учили садиться на крыло самолета. А в крыле самолета, как правило, были баки с горючей, с бензином. Когда голубь садился, голуби снаряды этот отсоединялся, происходило зажигание, и голубь улетал. Но дальше опыта дело не пошло. Тем более голубь же не различал, где наш самолет, где немецкий самолет. Да, действительно, непростая задача. Но опыты были проведены. У меня есть фотографии, где показано, как этот голубей снаряд прожигает металл. Жалко, что дальше опыта в дело не пошло. Глядишь, могли бы и раньше, наверное, выиграть эту войну, Великую Отечественную войну. Спасибо, Василий Степанович, директор Музея служебного собаководства «Красная звезда», в котором есть отдел служебного голубеводства. Ну а мы продолжаем с Виктором Николаевичем Гайкаловым в нашей студии. Как вы прокомментируете вот эту информацию? Насколько серьезно вообще могли бы голуби повлиять на ход Великой Отечественной войны, если бы эти эксперименты были удачны? Я считаю, что эта информация достоверна, потому что голуба очень легко приучить. Голуба кормили на крыле самолета. Он привыкал. Поили, его выпускали. Он знал, что прежде чем его заберут куда-то на другое мероприятие, на задание, он должен попить, покушать. Вот он летел на самолет или на танк, там садился, попил, покушал, возвращался в свой питомник, тут его забирали, и тогда он этот. Ну, а так, конечно, миф, не миф, но реальности больше, чем вымысла. А если говорить все-таки об основном назначении почтовых голубей во время Великой Отечественной войны, сколько донесений, сколько информационных писем было передано? Есть такая информация? Ну, информация, она разница. В одних источниках есть там свыше 15 тысяч, в других источниках есть около 30 тысяч донесений почтограмм. Ну, они очень сыграли большую роль. Вот даже здесь, когда при обороне Москвы, там были жесточайшие бои, немцы уже видели себя там, парад хотели проводить в Москве. Там голуби столько доставляли этих почтограмм, что когда немцев погнали от Москвы, 30 солдат и офицеров были награждены правительственными орденами и медалями за голубеводов. Это я имею в виду голубеводов. Ну что ж, отлично, что не обошли вниманием. И последний вопрос, Виктор Николаевич, главный вопрос, который, наверное, интересует меня и наших телезрителей. Как голуби, в чем секрет их вот этой уникальной ориентации в пространстве? Откуда они знают, где находится их дом, куда нужно вернуться? Ну, ученые до сих пор бьются. Кто говорит по Солнцу, кто говорит по магнитным линиям. Ну, много. Во-первых, это преданность дому. То есть, в любом случае, главное вернуться. Да, любовь в любого и преданность к питомнику. Ну, и тренировка. Без тренировки никуда. Ну, его же для того, я же объяснял уже сначала, что его относят и на 5, на 10, и на 50, и на 100 километров. Все это последовательно происходит? Да, последовательно. Ну, и в нем же вырабатывается такой эффект, что возвращаться только домой. Вот простой пример. У меня брат во Владивостоке, он более 30 лет ходил в моря. Говорит, уходи бывало на 2-3 месяца, чуть ли не на полгода, там на рыболовецких этих сенерах. И вот сколько раз вот это вот садились на мачту, вот слетали, ну, они не боятся человека, слетали на палубу. Мы, говорит, в кок убежали, просили хлеба, просили там всякой крупы, воды ставили. Говорит, бывало, что по 2-3 суток жили, улетали, видно, сориентировали, ну, не смогли сориентироваться. Потом сориентировались и улетали. Ну что ж, спасибо большое за ваше занятие, за ваше увлечение, что не бросаете, не оставляете это дело. Виктор Николаевич Гайкалов, председатель Ленинградского районного клуба голубеводов, был в нашей студии со своим питомцем. Спасибо еще раз вам большое. Наш прямой эфир скоро продолжим. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok